Всем привет и добро пожаловать на новое видео. Как вы все знаете, с эпизодом 2 в Valorant добавили и новую систему рангов, а также обновили всем их прошлые ранги, сделав после калибровки максимально доступным платину 3. И сейчас давайте я расскажу о том, к чему это привело, расскажу почему вы не можете апнуться и проигроки сидят на платинах, а рандомные челики играют на радиантах. Ну и не забывайте про конкурс на 15 тысяч Valorant Points, который я разыгрываю на Твиче, так что фоловьтесь на него, чтобы не пропустить. Собственно, в чем же основная проблема и что сейчас творится с рангетом? После калибровочных игр максимально доступное звание было платина 3. И по факту калибровка особо ни на что не влияла. Все, у кого были ранее даймонд и выше, так и получали эту самую платину 3. И по идее это должно было работать так, что абсолютно все игроки перемешаются, а выбраться в топ смогут лишь самые лучшие. Но как оказалось, ваш скрытый рейтинг все-таки не сбросили, и из-за этого произошло следующее. Те игроки, у которых ранее был даймонд или иммортал, играли против таких же обычных игроков, а против них выиграть чаще всего не составляет труда, если за вас попадается адекватная команда. А вот у проигроков скрытый рейтинг, естественно, был выше прежнего, по крайней мере у тех, кто много играл и много выигрывал. В итоге привело это к тому, что получив свою платину 3, они там играли против таких же проигроков. При этом за них могли попадаться и самые обычные ребята с рангета, которые, конечно же, не так круто играют. В итоге получилось так, что обычные игроки смогли опнуться сразу же на радиант, ведь пока их не стало 500, ранг иммортал еще даже не выдавали. А проигроки все так же оставались на платинах-даймондах, потому что играли против таких же киберспортсменов. И вот где тут логика? Вы играете, чтобы получить даймонд против людей, у которых весь треугольник акций заполнен радиантом. У меня и у самого была подобная ситуация. Меня просто закидывало на платине 3 против людей, у которых реально в прошлом акте был или 3 иммортал, или радиант. При этом были игры против самих радиантов. Да, против всех самых, которые попали в топ по случайности. И я вам скажу, выиграть их было гораздо проще, чем выиграть игру против нормальных даймондов. То есть по итогу, проигроки, чтобы получить радианта, играют с проигроками, а обычные игроки, чтобы сделать то же самое, играют с обычными игроками. Получается как-то не очень честно. Тут придется ждать, наверное, около 2-3, а может даже 4 недель, пока все устаканится и все займут свои настоящие ранги. Только вот проблема заключается в том, что через чуть меньше чем 50 дней уже начинается следующий акт. И если там опять будет такой же сброс рангов, ситуация, естественно, повторится. Также для проигроков с высоким скрытым Элла проблема была еще и в том, что они просто не могли найти игру. Из-за этого создавали новые аккаунты и уже, по сути, смурфили на них. Ведь у них попросту не оставалось выбора. Например, недавно Тенц проводил 24-часовый стрим, где, как он сам написал в Твиттере, за 3-4 часа поиска он смог найти всего лишь одну игру. Зачем вообще тогда был сброс рангов, если скрытый Элла остается, и вы все равно будете играть плюс-минус против таких же игроков, против которых играли ранее. Только лишь с той разницей, что бороться вам придется не за лучшее звание, а за алмаз, иммортал или что там у вас было. Опять же, к середине акта все должно выровняться, но потом ведь будет следующий акт, и там такие же страдания для всех игроков. Тогда уж лучше, если будут сбрасывать ранг, то пусть и Элла сбрасывают для абсолютно всех игроков, потому что иначе между вашим рангом и вашим Элла вообще не будет никакой связи, и толку от сбрасывания рангов вообще нет. А проигроки в итоге просто забьют и будут катать столько ВПД на афасике. А в топ 500 будут нереально те, кто заслуживает радианта, а опять же обычные игроки. По итогу вот такой получается замкнутый круг. Напишите, кстати, в комментариях, какой у вас был ранг третьего акта, и какой он у вас сейчас. Как по мне, новая система крутая, но нуждается в некоторых доработках. Защита от понижения действительно работает, да и к тому же тот факт, что вам видно, когда вас повысят или понизят, также играет немалую роль. Единственная непонятка была для меня с повышением сразу двух рангов. Изначально нам говорили, что максимум можно получить плюс 50 Элла за катку, но у меня у самого было такое, что за обычную игру 13-10 меня с платиной третьей перекинуло сразу на второго алмаза. При этом далее я понизился обратно до первого, и там были две игры 13-0 и 13-2 друг за другом. Это было против радиантов. И в этот раз меня уже не перекидывало, мне просто дали плюс 25 или 30 Элла. А вот моего знакомого, опять же, за игру 13-11, причем личный счет у него также был не очень, перекинули с первого алмаза на третьего. Как эта система работает и когда вас перекидывают через звание, когда нет, не совсем понятно. Вроде как должна именно за выдающийся личный и командный результат такое делать, но, видимо, что-то пошло не так, или мы что-то не понимаем. Сделали они такое, чтобы вы могли поскорее вернуть свой прошлый ранг, только вот проигрокам это почему-то не помогло. Надеюсь, к следующему акту с этим как-то смогут грамотно разобраться. Да даже обычный сброс рангов вместе со скрытым Элла был бы более подходящим вариантом, как мне кажется. Ну или пусть уже такие сбросы будут лишь один раз в эпизод, а не каждый акт. Но помимо всего этого, в будущем хотят ввести штрафы за выходы из игры во время матча. Штрафы будут помимо блокировки также отнимать дополнительно и ваша Элла. Так что лучше уж будет вытерпеть и доиграть катку, чем проиграть, получить минус Элла за луз и еще сверху за то, что вы вышли. Думаю, это вполне себе неплохое решение против ливеров, но для тех несчастных, которые стали жертвами игры в неполноценной команде, наоборот, будут бонусы. Им будет как раз-таки сниматься меньше Элла, чем если бы они проиграли в полноценной команде. Вот этого уже ждали давно, потому что тиммейт выходил и все, выкручиваетесь сами как хотите. Ну а теперь хотя бы проигрыш не так сильно скажется на вашем ранге, максимум испортит вам настроение. Ну и напоследок, также хотят ввести штрафы за дождь во время выбора агентов. Вот тут уже я не совсем согласен с разработчиками, потому что играть с теми, кто инсталокает вашего агента, это еще ладно. Но с людьми, у которых нет восьчата, или которые даже на пике ведут себя как-то крайне токсично, вообще не хочется. Раньше можно было просто нажать Alt F4 и подождать 3 минуты до следующего поиска, но в будущем вам за такое, насколько я понял, будут не просто давать бан поиска, но еще и снимать Элла. То есть даже катка не началась, а у вас уже снимают очки. Вопрос только заключается в том, сколько именно. Если это будет до 5, то в принципе еще ладно, окей. Но если выше, мне кажется уже такое себе. Задоджите вы 2-3 катки, а следующую даже если выиграете, то просто вернете свои старые очки. А если еще и проиграете, то вообще уйдете в минус вдвое. В целом система странная, единственным ее плюсом я могу отметить то, что игрокам придется быть более гибкими что ли, и придется изучать больше агентов, чтобы даже если не сталакуют их мейна, они смогли сыграть на ком-то еще. В общем-то посмотрим, что у нас будет в следующем акте, а на этом видос подошел к концу. Просто знаете, хотелось высказаться касательно того, что сейчас происходит с рангетом. Пишите в комментариях, как вам новая система, с какими рангами вы играли, на что откалибровались, и нравится ли вам текущий рангет. С вами был как всегда Раундс, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, до новых встреч, пока.